На улице Победы, несмотря на декабрьский холод, работа кипит, убирает и вывозит снег, счищают лед, как с проезжей части, так и с тротуаров. В зависимости от погодных условий трудится 8 рабочих и до 16 единиц спецтехники. На сложных участках, таких как спуски и подъемы, ставят ящики с песко-соляной смесью. В советском районе несколько таких территорий. После выпадения осадков своевременно убираются снежные валы с проезжей части, также с тротуаров, пешеходных переходов, также пешеходных дорожек. Акценты делаются на очистке от льда, проезжей части, спусков, подъемов, чтобы накатов не было, обрабатываются противогололедными материалами. Также пешеходные дорожки, пешеходные переходы, остановочные площадки. Чтобы благоустройство улицы Победы было постоянно на высоком уровне, работу дорожных служб не реже двух раз в неделю контролируют кураторы из МП «Дорожное хозяйство». Как только возобновятся снегопады, они будут выезжать на объекты и днем, и ночью. Выезды осуществляются совместно с представителем подрядной организации, и в случае выявления недостатков выписывается предписание. Если предписание устраняется в указанной стройке, то составляется акт об устранении. Если предписание не выполняется, замечание не отрабатывает, уважительной причины на это нету, то закрывается по фактически выполненным работам. За что сделали, за то получили. Ранее были замечания про расчистки тротуаров на всю ширину, несвоевременности вывоза снега с парковок и расчистки пешеходных переходов. Сейчас эти работы выполняются в строк, говорят кураторы. Самарцы качеством уборки довольны. Хотят, чтобы всю зиму был такой же порядок. Надеюсь, я здесь живу. Все хорошо, замечательно. Спасибо за все. С улицы Победы уже вывезли на полигоны 1300 тонн снега и зарасходовали порядка 47,5 тонн реагентов. По технологии Бианорд рассыпают на тротуар или дорогу. Он плавит лед, после чего спецтехника легко его убирает. За качеством дороги и прилегающей территории следят в рамках нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги. На объект распространяется действие контракта жизненного цикла. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.